Продолжение следует... 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 для применения и улучшения ранних стадий легкого. При назначении одной дозы лучевой терапии по сравнению с разделением общей лучевой нагрузки на несколько доз, мы можем добиваться лучшего эффекта. Но кроме воздействия на опухоль, мы также минимизируем воздействие на окружающие ткани. Кроме того, при назначении высокой дозы облучения, помимо радиобиологических эффектов, мы можем вызывать прямой повреждающий эффект на сосудистые сети, которые очень важны для приостановки опухолевого роста. Стереотоксическая лучевая терапия уже прошла довольно длительное развитие, однако общая лучевая терапия, конечно, имеет более длительное развитие, более 50 лет. Существует также выраженное социоэкономическое влияние стереотоксической терапии, и здесь оно качество жизни. Я уверен, что в России, как и в Америке, существует большое количество пациентов, которые живут далеко от современных клиник, и им очень сложно надолго покидать свои семьи и для длительной госпитализации. И поэтому вот эти методы стереотоксической лучевой терапии представляют хорошую альтернативу для хирургического лечения. С применением этих методов мы можем предотвращать большое количество различных осложнений у пациентов, имеющих рак легких, и вообще предлагать какое-либо лечение пациентам, имеющим неоперабельные формы рака. Давайте посмотрим на режим облучения при немелкоклеточной форме рака легкого. В нашем университете и по данным онкологического центра Амстердама было проведено исследование в 2003 году, в котором изучались случаи немелкоклеточного рака легкого. В исторической перспективе пациенты разбивались на группы по применению стереотоксических методов облучения. В начале их применения и после того, как они стали применяться более широко. В начале мы видим, что на первой стадии рака пациентам раньше предлагалось хирургическое лечение. И доля лучевой терапии раньше была не очень высока, однако в последующие годы она возрастала. Кроме того, стереотоксические методы лучевой терапии можно применять изолированно в пациентах, имеющих первую стадию рака легких. Однако, оказывает ли это какое-либо воздействие на выживаемость пациентов? Ответ – да. Мы видим, что во всех трех группах пациентов пациенты, получающие стереотоксическую лучевую терапию, имели лучший прогноз. Давайте посмотрим теперь на пациентов, получающих лучевую терапию. У них также была продемонстрирована более лучшая выживаемость. Возможно, улучшение выживаемости связано было с самой лучевой терапией, но какова роль стереотоксической лучевой терапии? Она позволяет еще больше увеличивать продолжительность жизни. Таким образом, мы помогаем пациентам выжить после этой опухоли, если так можно сказать. Количество смертельных исходов при применении стереотоксической лучевой терапии удалось снизить на почти 7% по сравнению с традиционной лучевой терапией в группе пациентов, получавших стереотоксическое облучение. И при проведении стандартного скрининга на рак легких в соответствии с современными рекомендациями, последняя версия рекомендаций, было показано, что при использовании низкодозного компьютерной томографии можно выявлять ранние стадии рака легких. Это простой метод исследований. Можно проводить так же, как пациенткам проводится маммография для раннего явления рака молочной железы. На этом слайде показано клиническое исследование второй фазы, которое было проведено у пациентов, имеющих немелкоклеточный рак легких. Результаты этого лечения. Была проанализирована смертность пациентов, которая могла быть связана не только с опухолью, но и с осложнениями, и с сопутствующей патологией, прежде всего сердечно-сосудистыми заболеваниями. И помимо этого исследования были опубликованы большое количество других исследований. Я хотел бы привлечь ваше внимание к большому числу успешного лечения, к адекватному местному контролю опухолевого процесса у большого количества пациентов. На этом слайде представлены последние данные амстердамского исследования при применении стереотоксической лучевой терапии в дозе 54-60. Грей удалось достичь очень хорошего местного контроля опухолевого роста. Пятилетний рецидивирование не превышал 10%. В настоящее время разработано большое количество режимов для применения стереотоксической лучевой терапии в зависимости от локализации опухоли, в зависимости от инвазии и состояния окружающих тканей. Ответ на лучевую терапию зависит от биологически эффективной дозы облучения, и адекватные дозы позволяют достичь адекватного биологического контроля опухоли. Однако при назначении стереотоксической лучевой терапии нам необходимо соблюдать очень точное направление, потому что во время дыхания, во время исследования легкие и подвижные, и необходимо применять строгую иммобилизацию пациента. Необходимо проводить компетентно-томографическое исследование в четырех направлениях и пытаться минимизировать дыхательные движения не более 10 мм. При увеличении амплитуды движения более 10 мм ухудшается местный контроль опухолевого процесса. Таким образом, необходимо применять строгую иммобилизацию пациентов делать очень четкую разметку применения облучения. Говоря о практической применении стереотоксической лучевой терапии, необходимо учитывать локализацию опухоли, планировать лечение, мы предлагаем 7 источников облучения и проводить иммобилизацию пациента. На этом слайде показана компьютерная томография пациента, небольшая опухоль, однако у пациента наблюдалось тяжелое хроническое обструктивное заболевание легких, и мы очертили амплитуду движения опухоли, связанную с дыхателями движения, показанной на этом слайде, использовали копланарные излучатели, вот вид опухоли до лечения и вот после лечения, мы видим, спустя 6 месяцев опухоль не определялась и в течение двухлетнего периода наблюдения отсутствовали какие-либо признаки рецидивирования опухоли у этого пациента. Однако, конечно, не все так идеально, могут существовать и определенные проблемы, связанные с токсичностью, стереотоксическое облучение, связанное с коллапсом баронхиального дерева, некроз кожи, развитие язвенного дерматита, пневмонита, перикардиальный выпад, боли в грудной клетке, переломы рёбер и даже плексопатия плечевого сплетения. Очень осторожно нужно назначать облучение центрально расположенным опухолям. На этом слайде показано сравнение токсичности опухоли про локализации снаружи от бронхиального дерева и внутри бронхиального дерева. В настоящее время мы разрабатываем критерии более направленного назначения стереотоксической лучевой терапии. Конечно, мы знаем, что это представляет собой очень эффективный метод лучевой терапии, однако при назначении этого лечения необходимо принимать во внимание локализацию опухоли, прилежание опухоли к таким органам, как сердце, пищевод. При центральной локализации опухоли мы иногда можем видеть такую картинку, когда опухоль прилежит к дуге аорты или находится очень близко от сердца или в области средостения. Центрально расположенные опухоли, вот аналогичный показан на этом слайде, и периферически расположенные опухоли, влияние стереотоксической терапии изучалось в амстердамском исследовании, был показан риск, который связан с дозой. При назначении фракционированной лучевой терапии разбитой на 12 доз, очень аккуратно нужно было назначать лучевой терапию. В отношении выживаемости не было показано статистически значимых различий между центральным и периферической локализацией опухоли. Иногда развивались поздные токсические эффекты, такие как даже перелом рёбер и другие осложнения. Однако ни в одном случае не развивались некроз тканей бронхов и других серьёзных осложнений. Было проведено исследование с целью определения оптимальной дозы в зависимости от локализации опухоли, стадии опухолевого процесса. И было показано, что если опухоль отстоит на 2 см от баронхиального дерева, то можно применять тактику повышения дозы, вплоть до получения дозы 60 грей с разделением на фракции. Я хотел бы также привлечь Ваше внимание к развитию токсических эффектов при назначении такой высокой дозы. И я лично предпочитаю более щадящие режимы назначать пациентам с применением большего количества фракций. В настоящий момент я буду использовать следующий режим. Итак, что нам следует сделать? Это индивидуализированные режимы лечения, адаптированные с учётом риска. От низкого риска, где речь идёт о периферии, не слишком близко к стенкам грудной клетки, окружённой тканями лёгчины. И это высокий риск, центральные, периферические, близкие к солнечному сплетению, к другим нервным структурам, к апархиальным сплетению. Мы можем использовать при низком риске, мы можем использовать несколько фракций, три, две, может быть, даже одно. Есть некоторые данные, которые свидетельствуют о цельсообразии применения всего одной фракции. 30, 25 и 1 для таких очень небольших новообразований и периферические образования. В то время как, если мы пройдём по всему дипозону к высокому дипозону, может быть, будет около 60 грейв для восьми фракций. Когда речь идёт о центрально расположенных новообразованиях, перекрывающих, пищеводах, скажем, или если мы имеем дело с пациентами с предыдущими, уже с заболеваниями, с рецидивами. Какие проблемы, с которыми мы сталкиваемся? Прежде всего, это визуализация после лечения. Как мы можем убедиться, что опухоль не вернётся? Прежде всего, мы делали изображение его следующим образом. Вот пример одного из пациентов, у которых была пролична периферическая опухоль. Затем, через два месяца мы видим что-то, через три месяца, через пять месяцев, спустя девять месяцев ситуация ухудшается, спустя десять месяцев ещё хуже. Что же это означает? Мы видим у этого пациента 85. Мы не хотели бы выполнять биопсию, потому что это сложно делать на лёгких, если начнётся пневмоторакс, пациентка может умереть, поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, очень тщательным. У этого пациента было три, уже в практике три очень радикальных режима лечения. И вот опять эта пациентка, вот её новообразование. Мы видим все эти изменения, и в конечном счёте это также стабильно, поэтому мы должны дифференцировать здесь рецидивы от фиброза. Мы видим большое количество радиационных изменений и фиброза у этих пациентов. Теперь такой вопрос, поможет ли нам здесь компьютерная томография методом ПЕТа? Вот ещё один из пациенток, 75 лет, неоперабельный рак лёгких, 45 лет, уже прежде проводилось облучение, поэтому здесь немножко меньше. И нас беспокоит, что у пациентки может возникнуть рецидив из-за более маленькой дозы. Мы видим здесь новообразование, мы видим изменения, ситуация ещё больше ухудшается. По ПЕТа-визуализации также хуже картина. Но спустя 13 месяцев всё остаётся стабильно. Поэтому здесь очень важно оценить, где именно проводилось облучение, то есть область крупной дозы здесь, наиболее массивной. И если посмотреть на вот эти линии, мы видим очень похожую ситуацию. Поэтому, если мы посмотрим, где находится место входа луча и место входа сканирования, насколько это целесообразно. Мы видим, что это действительно помогает понять, что, может быть, не нужна биопсия. Мы считаем, что это, может быть, только рубцовая ткань. Но это очень сложно, и порой мы ошибаемся. И здесь нам всегда необходимо помнить, что эти пациенты, как правило, не очень здоровы. Если они здоровы, то, может быть, им нужно будет провести хирургическое лечение. Поэтому не нужно проводить биопсию, только если это абсолютно необходимо. То есть это достаточно сложная проблема. И мы научились этому сложным путём. Мы много ошибок совершали. Я надеюсь, что вы не будете их повторять. Мы учились многому, и мы поняли, что следует очень внимательно следить за полем облучения, определить, где находится самая высокая доза, и решить, где может быть фиброзные ткани расположены. И по методу ПЭД-сканирования его недостаточно, чтобы проводить лечение. Это важно после стереотоксического облучения. ПЭД-сканирование не может отделить воспаление от рака. Поэтому часто здесь может быть положительный результат ПЭД-сканирования. Поэтому мы решили, что ПЭД-сканирование здесь не очень достоверный метод. Это основано на данных университета Индианы. И в первичном исследовании мы решили, что 4 пациента, у которых ПЭД-сканирование увеличило, и никто не знает, что этим делать здесь. Но потом у этих пациентов была такая плохая ситуация, что мы действительно ничего не могли сделать. Поэтому их просто наблюдали, и спустя 2-3 года никакого рецидива не наблюдалось. Затем, после этого, было выполнено перспективное исследование пациента, которые были пролечены спустя 2 недели, 6 месяцев, 12 месяцев после завершения терапии. И опять же, здесь было много положительных результатов по результатам ПЭД-сканов в приблизительно 5-4, но не было рецидива при последующем наблюдении. То есть, если мы видим положительные результаты ПЭД-сканирования в области опухоли, в области лечения, лучше здесь не обязательно являйтесь причиной для паники. Даже не нужно тратить дополнительные средства на это сканирование. В то же время, если у нас есть возможность сканирования эти метастазы, то есть значительные отличия. Очень важно работать в тесном сотрудничестве с рентгенологом. Мы многому можем научиться от наших коллег-рентгенологов. И у нас есть конференция, междисциплинарная конференция с радиационным онкологом, с хирургом, с медицинским онкологом, что поможет нам интерпретировать до терапии и при последующем наблюдении. Мы изучаем, обсуждаем эти случаи на конференциях, и это очень целесообразно нам, очень помогает. Такое сотрудничество, дополнительное, последующее наблюдение. И не надо проводить рутинное ПЭД-сканирование, только в случае всякого распространенного рака. Если мы видим значительное увеличение лимфатических условий, тогда ПЭД-сканирование, если есть лимфоуслы, то тогда пациенту может быть целесообразно, может быть, по результатам химиотерапии, если есть, скажем, аденокарцинома и так далее. Междисциплинарное принятие решений свидетельствует о том, что есть свойства подозрительные для рецидива, последовательные, особенно 12 месяцев после терапии. ПЭД-сети, лимфатических узлов и другого распределения. На настоящий момент это по-прежнему представляет проблему, но мы стараемся более эффективно решать эту проблему. Теперь я кратко остановлюсь на совершенно другой области. Это стереотактическое облучение при метастазах в области позвоночника. Вот здесь мы видим метастазы, и мы видим, как мы используем МРТ и КТ, чтобы обозначить границы спинного мозга. Поскольку если мы будем лечить нормальную легочную ткань, мы получаем ненит или фиброз, это еще не так плохо. Если мы сделаем то же самое на спинном мозге, то это уже очень плохо. Поэтому здесь нам нужно быть еще более тщательно действовать. То есть, когда речь идет всего в нескольких миллиметрах. То есть точная мобилизация, высокие дозы и риск радиационной мейлопатии. Это происходит в Соединенных Штатах множество, как бы это назвать. Когда людям не нравится сообщать о своих осложнениях, это связано с медицинской юридической системой. Поэтому мы всегда беспокоимся, что осложнения при стереотактической облучении спинного мозга недостаточно учитываются. Почему мы проводим стереотактическое облучение? Существует множество ограничений. Традиционное облучение 30 грей в ракции. Это не так эффективно. Есть определенные ограничения при работе спинным мозгом. Также в прошлом исследовании мы видим от 8 до 10 грей использовалось. И при этом немногие пациенты получали хорошее облегчение боли. Только 60% получали частичное или полное облегчение боли. Благодаря методу СПРТ мы можем давать очень высокую аблативную дозу с очень целевым таргетной направленностью. Мы получаем модулированное облучение за телами области лечения. Вот это пациентка. Мы работали в штате Огайо в клинике с доктором. Вот мы видим очень некрасивые метастазы в почечных клетках. Это будет очень большое кровотечение в случае хирургического вмешательства, очень большая боль. Как вы понимаете, мы это очень тщательно и быстро пролечили. Получилось очень быстрое облегчение боли уже через половину курса лечения. То есть мы можем наблюдать очень быстрое облегчение боли благодаря стереотоксическому облучению мозга. И у пациента достаточно успешно все происходило. Здесь мы видим много цифр. Не надо их все зачитывать. Это исследование, посвященное стереотоксическому облучению при метастазах в спинном мозге. Хотелось бы только кратко обратить ваше внимание на контроль боли. Вот эти цифры, которые мы видим выделенными, очень хороший контроль боли. И у этих пациентов даже мы их не исцелим. У них метастатические заболевания. Но даже если они будут жить не очень долго, если они будут жить без боли, то их качество их жизни уже станет лучше. То есть меньше наркотических обезболивающих, меньше госпитализации для контроля боли. То есть они будут жить лучше. И затем, если посмотреть на местный контроль, никакого прогресса по визуализации, по симптомам. Также достаточно высокого. То есть 80-90 процентов, где-то ниже. Достаточно эффективное лечение, основанное на данных исследованиях. Вот цифры. 90-80 процентов. Есть несколько основных исследований. Исследования второй фазы. Мы видим здесь ответ. Хорошее число пациентов. 74 спинальной медостатации. 63 пациента. Гораздо меньше числа фракций. Мы используем. Мы видим, что дозировка меньше. 27-30 грейпф. 5 фракций. И беспрогрессивная выживаемость очень высокая. 84 процента. Снижение употребления наркотических обезболивающих. Хорошее снижение. И основные причины успеха – это эпидуральная область, поскольку мы стараемся не задрагивать спиной мозг и удается успешно решать этот вопрос. В университете Флориды очень похожие результаты. По-моему, использовалась одна фракция. Извини. Это было очень смелое решение. Я считаю, что я не люблю использовать одну фракцию. Но получил очень хороший местный контроль. Хорошие адекватные результаты обезболивания. Медицинское решение имени Генри Форда. Также одна фракция. Тоже высокий уровень местного контроля. И интересный момент, который был обнаружен, заключается в том, что у пациентов, у которых были олигометастазы, то есть их очень мало метастазов по числу, может быть, 3 или 4, У кого-то была эта метастазия в спинальной области. У них была увеличена выживаемость при условии более эффективного местного контроля с использованием стереотоксической радиации. Таким образом, использование стереотоксического облучения в спинальной области соответствующим пациентам позволит продлить их жизнь. Вначале, когда мы начинали эту работу, мы не думали о увеличении продолжительности жизни, только о улучшении контроля над болью, палеотивное лечение, снижение числа процедур. Возможно, есть пациенты, которые действительно живут дольше благодаря этому лечению. Мы видим здесь, что показатель обезболивания достаточно высокий. Полное обезболивание может произойти на очень раннем уровне. Были случаи, когда спустя 24 часа это происходило, спустя 8 часов, спустя сутки, спустя 8 недель мы видим хорошее обезболивание. В исследовании РТОЖ-31 сейчас идут локализованные метастазы в области спинного мозга, или единичные, или две отдельные, вплоть до трех отдельных. Число болевых от 1 до 5, то есть если больше 5, то уровень боли. Это уже означает, что в соответствии с данным исследованием используется радиохирургия с контролем визуализации около половины пациентов были рандомизированы лучевая хирургия или же принятой стандарта однократного лечения 8 грей. Это гораздо более высокая доза здесь, несомненно, благодаря лучевой хирургии. И здесь мы видим типичных пациентов, типичный объем лечения, которые были пролечены в рамках этого исследования. И здесь мы видим несколько случаев серии Хен Роуза от Генри Форд. И мы ждем результатов. То есть, мы не знаем, может быть, еще несколько лет нам предстоит, и мы увидим, насколько однократное лечение спинного мозга, насколько это безопасно, насколько это эффективно. Вероятно, это более эффективно, чем 8 грей. Но мы не видим, насколько это более эффективно, чем другие опубликованные данные. Каким пациентам может быть наиболее эффективно стереотоксическое облучение? Мы видим хороший результат здесь клиника Кливленда и разделительный анализ. Вероятно, вы знаете, как рассматриваются различные пациенты, заболевания, факторы. Было обнаружено, что у пациентов с уровнем ответа на такие, как молочная железа, предстательная железа, возможно, у них несколько лучше, немного благодаря устойчивости. Но важно здесь, что у пациентов с более длительным периодом между диагностикой и метастазами в позвоночнике и хороший статус КПС от 10 до 100, если это более 70, то они находятся в группе, где гораздо лучше будут результаты. У них около 20 месяцев выживаемость. Пациенты, которые находятся в промежуточной группе, они находятся здесь. А у тех пациентов, у которых очень плохая выживаемость, несмотря на аллогию, это те, у которых очень быстро возникают рецидивы или метастазы после первичной терапии. Итак, на основе всей этой информации, можем сказать, что контроль боли достаточно аналогичен у всех этих пациентов. Но если вы постараетесь определить, кто будет дольше жить, и постараетесь принять решение совместно с пациентами, насколько хотите ли вы пройти через эту процедуру, может быть, у вас выживаемость увеличится с двух месяцев до 21, то это связано с принятием решения того, следует ли проводить хирургические вмешательства наряду с облучением. Но это решение, которое должно включать и пациента, и это очень решение, зависищее от этических вопросов. Но есть такое руководство. И последние несколько комментариев, которые я хотела бы сделать по олигометастазам. Немного метастазов. Может быть, 3 или 4, или 5, не 20. Поперед того, как системная терапия позволяет совершенствоваться, как мы и слышали на этой встрече, совершенствует долгосрочную выжимость с пациентами с 4 стадией рака, все более распространено. И у нас новые состояния заболеваний. Олигометастатическое заболевание и олигопрогрессирующее заболевание. Таким образом, у нас может быть всего немного метастазов, прогрессирующих. Все остальное под контролем. Если местный контроль этих метастазов, насколько это важно? Очень небольшое исследование доктора Ренка, университета Вашингтона. И он сравнил 25 пациентов с небольшим уровнем метастазов в стадии рака легких. Метастазов 3 или менее. И эти пациенты получили высокодозное облучение опухоли. Это связано с раком легких метастазов. А затем они были сопоставлены с когортой пациентов, получавших исключительно химиотерапию. И если посмотреть на это сопоставление, то мы видим те пациенты, которые получали более агрессивную локальную терапию облучения. У них результаты были лучше. Таким образом, местный контроль, как ожидаемо, был лучше. И они также жили дольше и лучше. Поэтому это можно сказать в пользу очень эффективной химиотерапии, которая может контрактировать небольшие биометастатические поражения. Но что же делать, если мы имеем немного крупных метастазов, которые не могут быть пролечены химиотерапией. И такого рода терапия может быть целесообразной и может продлить жизнь. Итак, местная аблативная терапия, как правило, стереотоксическая терапия или, может быть, даже хирургическая терапия для олигопрогрессившей. У нас есть некоторые данные по этому вопросу. Это пациенты, которые имеют АЛК или ИГРФ положительный, не мелкоклеточный рак легких, которые получали ТКИ до прогрессирования заболевания. А также те, у кого было 4 или менее метастатических опухолей, которые были не лептоминегальной области, поскольку у них выживаемость достаточно низкая. Также опухоли в печени, в надпочечниках и так далее. Они получали местную аблативную терапию, даже при стереотоксическом облучении, хирургическом вмешательстве на всех этих прогрессивающих центрах. Затем была продолжена терапия ингибитора метерокиназы. И если посмотреть на беспрогрессивную выживаемость у этих пациентов, получив следующее лечение, оно было гораздо лучше, чем у тех, кого не было, кто не был параличен следующим образом. Итак, опять мы видим, что есть некоторый шанс не только улучшить качество жизни, но также и продолжительность жизни. И олигометастазы, их немного олигометастазов. И я могу привести вам пример метастазов надпочечников. Это то, что мы делали достаточно много. Это очень распространенная область, особенно в немногоклеточном раке легких. Распространено в... Это видно при посмертном вскрытии. Мы видим многих пациентов, у которых имеются клинические проявления и симптоматические проявления. Как правило, это связано с различными формами легочных поражений. Как правило, очень клинические симптомы выражены. Очень сильная боль висцеральной или симптоматической области, тошнота, рвота. И хирургическая терапия подобных метастазов это очень обширное хирургическое вмешательство. Очень большой диапазон пациентов. Очень длительное и тяжелое восстановление. Им уже не очень много остается жить. Они долго восстанавливаются после операции. Часто у них потом сохраняется боль. У меня было несколько таких пациентов. Какова же альтернатива? Мы пролечили 11 поражений. У 9 пациентов с раком легких. У 4 была очень тяжелая боль. Почему, собственно, они и были к нам направлены. Мы использовали очень осторожную дозировку. От 20 до 37,5. Можно также увеличить. Мы сделали на достаточно ранних стадиях. Поэтому мы очень осторожны с этим были. Мы видим значительный велиометрический ответ. Частичный ответ. 7 из этих 11 поражений. И только несколько случаев прогрессирования заболевания. И мы не видим токсичности на уровне 3 или больше. Нас очень беспокоит поражение почек. 12-ти перстной кишки и других внутренних органов. В большом количестве исследований было показано очень хороший местный контроль и улучшение качества жизни при применении стереотоксических металлочевой терапии для лечения метастазов. И мы, по сути дела, избавляем пациентов от болей. Вот исходное состояние пациента. Очень выраженный опухолевый процесс. Вот спустя 1 месяц, 2-3 месяцев опухоль практически исчезла. Мы видели, как на глазах исчезает опухоль во время лечения. И объем ткани, опухолевой ткани уменьшился очень значительно. И это была не мелкоклеточная форма рака легкого, как мы помним. Итак, подводя итог к вышесказанному, хочу сказать, что стереотоксический метод лучевой терапии является новым, очень мощным методом. Его необходимо использовать с осторожностью. В настоящее время мы пытаемся более точно описать показания и режимы для применения этого метода. И по мере того, как мы получим больше информации по побочным эффектам, возможно, мы предложим более новые, интересные, более эффективные схемы, режимы применения стереотоксической лучевой терапии. Но уже сейчас можно сказать, что этот метод позволяет эффективно комбинировать дозы, повышать дозы традиционной лучевой терапии. Потому что, как правило, повышение дозы – это наиболее сложная проблема, с которой мы сталкиваемся при облучении пациентов. Конечно, при разработке этого метода мы привлекаем других специалистов, применяем мультидисциплинарный подход. И, как я с самого начала сказала, у нас остаются три основные опоры, три столпа лечения рака лёгких. Это хирургическое лечение, химиотерапия и лучевая терапия, в рамках которых в последнее время разрабатывается вот этот наш метод стереотоксической лучевой терапии. На этом я хочу поблагодарить вас за внимание и ответить на ваши вопросы. Спасибо большое.